Всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разговор о пеларгонии зональной или герань, как мы ее привыкли называть, хотя это неправильно. Сегодня мы будем говорить не о черенках, а о сеянцах. Как из сеянцев сформировать цветущий шарик, красивый куст, чтобы на нем не одна две шапки цвели, а одновременно было бы пышное цветение, несколько соцветий и множество бутонов. Для этого нам нужно с вами сделать так, чтобы было много веточек, а не одна палка. Вот смотрите, эти сеянцы у меня три штуки. Сеяла я пеларгонию Звезда Подмосковья, очень красивая. В пачке всего 5 семян. У меня в пачке оказалось 4 семени, а не 5. Вот было 4 вот таких вот сеянца. Один я подарила, у меня осталось 3. Смотрите, мощные, толстенькие, хорошие. Вот еще видны семидольные листочки. Это те листики, которые прикрывают семя, которые вылезают самые первые. Так, и вот такие вот они уже мощные и хорошие. И очень жалко с ними что-либо делать, так и хочется оставить в таком виде. И скоро-скоро, между прочим, вот такие вот молоденькие сеянцы, кустики скоро зацветут, если с ними ничего не делать. Очень заманчиво, конечно, и хочется увидеть цветение побыстрее. Кустики выглядят неплохо, толстенькие. Но, тем не менее, для того, чтобы сформировать пышный цветущий шарик, нам нужно ее пеларгонию прищипывать. Вот смотрите, семидольные листики мы не считаем. Вот они. Это не настоящие листья, это семидоли. Настоящие листики вот они. Считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Оставляем. Все остальное, все остальное верхушку нужно будет прищипнуть. То есть все остальное мы убираем. Смотрите, как бы ни было жалко, мы вот так вот ножничками, ну или можно просто пальцами так вот взять и макушку, смотрите, вот так вот оторвать. Делаем это для того, чтобы пеларгония начала ветвиться, куститься. Сейчас вот над этими листиками полезут новые веточки, проснутся спящие почки и наша пеларгония уже будет расти не в один стволик, как это было, а минимум три веточки. Соответственно, когда они подрастут, сразу будет три цветущих шапки. Но вообще, если правильно делать, то потом эти три веточки тоже надо будет вот таким же образом оставить на них по четыре листа, четыре-пять листьев, ну шесть может быть, и тоже прищипнуть также макушку. Тогда еще каждая из этих трех веточек тоже разветвится еще на две-три веточки. И вот тогда кустик будет приземистый, много веточек у него будет, соответственно, сразу будет цвести каждая из этих веток, цветение на концах будет, и будет это уже, конечно же, цветущий шар. Ну посмотрим, как мы будем успевать со временем. Возможно, я те веточки уже прищипывать не буду. Посмотрим, а может быть, прищипну. Так, то же самое. Семидоли не считаем, считаем листики. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну здесь получается везде у меня по два-три листика лишних верхние. И точно также берем и отщипываем макушку. Такую маленькую макушку укоренить не получится. Поэтому мы их просто выбрасываем. Если у кого-то всего один сеянец, и вам хочется его размножить, чтобы было их хотя бы два, то тогда вам сейчас прищипывать не нужно. Тогда мы оставляем этот стволик расти дальше, и когда он вырастет еще настолько же, вот только тогда нужно будет отрезать половину, и можно будет ее поставить на укоренение. А сейчас мы просто прищипываем точку роста, чтобы она расти вверх уже не могла, чтобы волей-неволей ей пришлось ветвиться. Так, далее, что мы делаем еще? Если у вас есть место на подоконниках, то вы можете уже пересадить сеянцы в горшочке. Горшочек большим быть не должен. Горшочек должен быть маленьким, чуть-чуть, только пошире, чем стаканчик, ну, на сантиметр с каждой стороны. Получается, где-то диаметр будет 8-9 сантиметров такого горшочка. Ну, в состоянии такой же, как стаканчик. Сразу большой объем земли пересаживать не нужно. Герань, пеларгонию, пересаживаем постепенно. Так, и еще, почва не должна быть слишком питательной, потому что пеларгония в таком случае будет активно набирать вегетативную массу, то есть листья, ветки, но цвести она не захочет, пока она не освоит полностью земляной ком, и когда уже ей не будет немножечко не хватать питательных веществ, она не зацветет. В принципе, в нашем случае нам пока этого еще и нужно, чтобы она активно сейчас росла, веточки новые появились, но дело такое, что если мы посадим сразу, например, в литровый горшок, то она все лето будет осваивать этот объем земли, и цветение мы увидим только действительно к концу лета, нам этого не нужно, поэтому пересаживаем только в маленький горшочек. Потом уже, когда корни полностью оплетут земляной ком, и растение уже будет смотреться негармонично, то есть горшочек маленький, растение большое, только тогда уже можно будет взять горшочек побольше и пересадить. Я пока пересаживать никуда ничего не буду, у меня еще для них нет места, ну, впрочем, я их скоро уже вынесу на улицу, когда потеплеет, когда ночные температуры не будут опускаться ниже 6-8 градусов, я все пеларгонии вынесу на улицу. Некоторые, кстати, я уже вынесла давно, пару недель назад, они там себя, не могу сказать, что прекрасно чувствуют, но, по крайней мере, не погибают. Выращивайте пеларгонию из семян, это очень здорово, потому что она сразу таким крепышом развивается два листика, и потом уже такой толстенький стволик, листочки уже такие настоящие, сразу видно, что это за растение. И зацветает она, цветет она, кстати, охотней, чем пеларгония, выращенная из черенка. Да, еще надо сказать, что сеяла я ее 15 января, сегодня 20 марта, получается, ну, ровно два месяца, два месяца, потому что они сходят где-то на третий-пятый день, вот, получается этим синицам ровно два месяца. На этом я с вами прощаюсь, всем всего доброго, до новых встреч и пока!